Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Зимчук, практикующая психоаналитик. Сегодня мы с вами углубимся в тему, которая не очень приятная. Я очень часто встречаю в соцсетях, в комментариях сообщения о том, что я хорошая девочка, я хочу всем нравиться, я такая несчастная, меня все используют. На прошлой неделе вышло видео про меня, все используют, а сейчас мы разберёмся, а что это такое хотеть нравиться. Я тебе нравлюсь. А так, я тебе нравлюсь. Я нравлюсь тебе. Когда человек осуществляет действие из этого состояния, нам, несомненно, льстит, что нам хотят понравиться, мы чувствуем себя важными, но в то же время мы понимаем, что над нами сейчас хотят захватить власть. Человек хочет понравиться всегда не просто так. Вообще мы ничего не делаем просто так и не для себя. Если человек отрекается, что я это делаю для себя, он бессознательно лжёт вам и, возможно, самому себе. Несомненно, достигая определённого уровня развития, у нас уже есть чем поделиться с другими. Но когда это делается манипулятивно, я хочу понравиться вам, то человек это делает из каких-то своих абсолютно эгоистических целей. Почему вообще у нас возникает эта потребность «нравиться»? Потому что в детстве у нас не было возможности получить то, что нам надо самостоятельно. Мы и сейчас не можем получить всё, что нам надо самостоятельно. Мы по-прежнему зависимы от многих людей. Но у ребёнка эта зависимость тотальная и полная. И у него нет других способов, кроме как «нравиться». Ребёнок с помощью этого «нравиться» получает власть над своим родителем, и родитель даёт то, что ему надо. И сейчас этот атербизм не даёт нам возможности жить и делать то, что помогло бы развитию и реализации. Человек уверен, что если ты не в восторге от него, если ты не распостёр свои объятия навстречу ему, то он тебе не нравится. А если он тебе не нравится, то тогда или он себя чувствует плохим, или тебя считает плохим. Человек себя чувствует отвергнутым, и он хочет выяснить, кто плохой. Потому что для ребёнка жизненно важно было настроение матери. Если у матери плохое настроение, то для ребёнка рушился весь мир. Но для того, чтобы нам повзрослеть и реализоваться, нам надо желание «нравиться» вынести отдельно и рассмотреть его со всех сторон. Например, когда я иду по улице, я вижу, как люди некоторые заглядывают в глаза и ждут отклика, что ты восприимешь их как нравящихся тебе. Ребёнок, когда он нравится, чувствует себя хорошим и ценным. У него ещё нету собственной ценности, потому что он не может ничего делать сам. Наша ценность появляется тогда, когда я могу что-то делать сам. И поэтому ценность необходимо добирать извне. Но многие люди продолжают сидеть на этой игле и продолжают эту ценность добирать извне. И поэтому очень сильно зависят от других людей. Очень многие люди стремятся к форме, а не содержанию. Вот, например, человек считает, что чем большему количеству он нравится, тем больше в нём ценности. И наше общество в целом теперь стремится к этому больше. Больше подписчиков, больше лайков, больше вещей. И человек становится рабом этого больше, потому что форма вроде бы соблюдена, этого больше, но ощущение удовлетворённости и счастья от этого больше почему-то не появляется. И человек делает вывод, значит, надо ещё больше. И он становится рабом ещё больше. И всё время пытается растечься, как краска в воде, захватывая всё больше и больше пространства. Это как сварить громадное количество макарон, когда ты голоден и пытаться есть, не чувствовать удовольствия от этого количества, от самих макарон и делать вывод, значит, мне надо съесть больше. Так часто бывает, что человек движется, у него сохраняется индивидуальность, а потом наступает какой-то момент, когда индивидуальность окончательно утерялась. Так бывает, что до 20 лет индивидуальность у человека жива, он полон надежд, а потом он сталкивается с реальной жизнью, когда он думал, «Я сейчас уйду от родителей, как заживу», и он попадает в рабство к этому больше, пытается приобрести эту форму несодержания, и из жизни его получается попсовость вместо индивидуальность. Для того, чтобы нравиться большому количеству человек, я должна максимально стереть индивидуальность. То есть фактически, чтобы нравиться большинству, я должна говорить приблизительно такие лозунги. «Я могу всех вас вылечить, я могу решить все ваши проблемы, вы должны подписываться, и вы заживёте счастливо». Когда человек такое говорит, то слушающий его умный понимает, что он врёт. «Но наша мечта в идеал, который появится, решит все наши проблемы, на некоторое время точно нас привязывает к тому человеку, который много обещает, обещает решить просто и быстро все проблемы, но через некоторое время мы разочаровываемся в нём и начинаем искать такого же болтуна, который обещает нам быстро и много». «В желании нравиться в хорошей девочке». Люди говорят, «Я хорошая девочка или я хороший мальчик, я так от этого страдаю». «Вот всем хочу нравиться, всем угождаю, постоянно жертвую собой». И они забывают, что у этого желания нравиться есть манипулятивная тёмная составляющая. «Желание захватить власть на тем, кому мы жаждем понравиться». Вот эту вот манипулятивную часть, человек хочет, как, знаете, гости на пороге, а ты мусор, ковёр поднял, туда мусор замёл, опустил, типа мусора нет. Вот эту вот тёмную часть люди не хотят в себе признавать. Не хотят признавать то, что они ищут того, которому они заберутся на ручки, и он начнёт заботиться о них, как родители. Рассказы про хороших девочек, и я несчастный, я страдаю, я хочу всем понравиться, всем угодить, это всех подстраиваюсь, называю плачем Ярославной. Когда человек отождествляется жертвой и кажется себе использованным, хотя сам пытался использовать этих людей, и желаем понравиться, чтобы они ему дали то, что хочется. И человек обычно в такой момент, когда пронравится, он разобрался, он говорит, ааа, не хочу никому нравиться, тогда буду таким, как мне хочется. И очень часто, к сожалению, психотерапевты вводят человека в состояние мании, когда он лишается своей неполноценности, и его жизненным принципом становится фраза из мультика про черте. Был такой мультик, в советское время я его смотрела, там был чертенок 13, и там учитель говорил, люби себя, наплюй на всех, и в жизни ждет тебя успех. То есть человек из крайности, типа самопожертвования, попадая из крайности, а тогда я буду на всех вас плевать, и вы будете меня обслуживать. И в этом состоянии человек тоже ничего не добивается, потому что это крайность истины, как всегда, посередине. Нам важно понять, для чего мы контактируем с людьми. Потому что мы, несомненно, контактируем по какой-то причине. И этот контакт должен быть взаимовыгодным. Я помню времена, когда я очень хотела понравиться к своим клиентам. И точно вам могу сказать, что я сама не развивалась, и клиенты тоже не развивались. Мы проводили с ними неплохо время, это были такие тепличные условия, где там бушующий враждебный мир, а человек пришел под колпак, где его хвалят, где говорят, что он замечательный, а все остальные враги. И такое поведение по отношению к клиентам калечит их еще больше, потому что дает надежду, что этот рай, который я себе придумал, может быть. Вот этот вот переход на ты и желание дружить с терапевтом не позволяет людям делать дело, ради которого они собираются. Обоим страшно, давай на ты, давай на ты, давай поговорим как друзья, а дело остается где-то на втором плане и трансформация не происходит. Когда мы общаемся на вы, у нас есть уважение, у нас есть граница, у нас есть разграничение на меня и тебя, и это дает нам возможность не забывать о взаимной выгоде, потому что терапевт точно должен понимать, какая выгода его. Если его выгода только в деньгах, он не развивается. Он накапливает ту самую форму, про которую мы говорили, его индивидуальность не растет, не проявляется и соответственно помочь проявиться индивидуальности клиента он не сможет. Вконтакте нам должно быть интересно. Когда нам интересно, тогда происходит развитие. Вконтакте нам должно быть полезно. То есть мы должны понимать, какая моя польза, а какая твоя польза. Я сейчас не говорю только о деньгах. Я говорю о возможности двух личностей обмениваться. Потому что в разговоре чаще всего человек общается сам с собой. Например, с клиентами я всегда вижу, что у человека только два паттерна. или он говорит, 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 ты молчишь, или же он замолкает и тогда разрешает тебе говорить, говорить, говорить. Но это не общение. Встреча двух личностей так не происходит. Общение это когда ты что-то сказал, я что-то сказал. Тогда и происходит возможность поделиться тем, что у нас есть внутри. Обогатиться, наполниться содержанием друг друга. конечно только если мы не жаждем понравиться. Потому что если мы жаждем понравиться, мы начинаем подстраиваться, теряем свою индивидуальность, тогда общение станет плоским и неинтересным. Это будет бессмысленная трата времени. Взаимовыгодность, ее как-то люди стесняются, что ли. Они не хотят говорить про это, они хотят казаться добрыми, прекрасными, жертвующими, потом плач Ярославный, меня использовали и так далее, и так далее. Хотеть понравиться путь в никуда. Истинная ценность только изнутри. Если вам хочется понравиться, это манипуляция. Вы пытаетесь что-то для себя получить. Я вас как всегда попрошу в комментариях под видео написать о том, что именно вы хотели получить от тех людей, которым хотите понравиться. Когда вы не ищи, не искали точку пересечения взаимной выгоды, а когда вам было жизненно важно, вот вы увидели человека, я хочу ему понравиться. Попробуйте нырнуть в глубину и понять, какую истинную цель вы преследовали в этот момент. Напоминаю, что 23 января создаётся интересный вебинар о ступенях развития, о том, как мы идём по этим ступеням в своём внутреннем мире, и как понимать, что следующая ступень уже пройдена. Всего вам самого хорошего, ставьте лайки, если понравилось видео, и до встречи!